Многоуважаемые дамы и господа, дорогие друзья фонда Белла, добро пожаловать на нашу ежегодную конференцию, посвященную состоянию российского гражданского общества в этом году. Мы начинаем маленький технический комментарий. Как вы можете пользоваться синхронным переводом, вы, пожалуйста, берите мышку, идите на нижнюю кромку кадра, там открывается лента, где вы видите в том числе символ земного шара. У нас, в общем-то, очень большая озабоченность с прошлого года, когда мы работали с экологическим процессом и смотрели на Москву. Ситуация в России действительно значительно ухудшалась. В последние выходные десятки тысяч людей во многих регионах России вышли на улицу, в том числе, между прочим, и в Берлине. Каждое воскресенье люди демонстрируют. И несмотря на массивное использование полиции, все-таки десятки тысяч демонстрируют против ареста Навального, например. Мы не хотели бы ограничиться сегодня всего лишь Навальным и протестами вокруг его дела, но мы хотели бы обратить внимание на все гражданское общество в России. Но, конечно, эти протесты актуальны. Причина, почему мы хотели бы посмотреть на условия и возможности гражданского общества в России и высказать нашу солидарность нашим партнерам, нашим друзьям в России. Когда мы планировали наши мероприятия сегодня, мы думали, возможно, будем заняться пандемией, последствиями для населения, возможность гражданского общества адаптироваться к этой ситуации. Как отдельные люди, либо группы людей могут работать во время пандемии. Что это означает для ограничения свобод, личных свобод под предлогом борьбы против пандемии. Но потом этот вопрос был снят из-за нового законодательства и проектов законодательства, новых репрессивных законов, которые непосредственно направлены на урезывание возможностей гражданского общества, которые массивно ограничивают возможности международного сотрудничества. И эти законопроекты, очевидно, конечно, связаны с событиями в Беларуси, они очень учитывают форму протестов именно там. И это, конечно, цезура. Цезура на пути предстоящих выборов в Думу в 1921 году. Часть законов уже принята, некоторая часть еще обсуждается, но эти законы усиливают дискредитирующий и дискриминирующий статус иностранного агента негосударственных организаций. И этот статус сейчас переносится даже на отдельные физические лица, на активисты, которые занимаются политической деятельностью и получают при этом помощь из-за границы. Хотя помощь – это не обязательно деньгами, это любой совет, любое консультирование, любое сотрудничество. И вот эти законы сейчас действуют по всей гамме возможностей неправительственных организаций, которые занимаются политической деятельностью. Но что это значит, политическая деятельность? Это точно не описывается. В общем-то, все вопросы, которые интересуют гражданское общество, могут подпадать по этому. Это может быть письмо мере, потому что где-то, может быть, надо строить подъезд для колясников, это может быть опрос населения, это может быть просто дискуссионное мероприятие и так далее. Если кто принудительно регистрируется как иностранный агент, он обязательно при любых своих выступлениях должен указывать на этот статус. Иначе будут административные штрафы, либо даже уголовные преследования. То есть любой проект, любое собрание, любое личное мероприятие, этого надо опасаться, в будущем должно получать разрешение ведомств. Наряду с этими законами об иностранных агентствах есть дальнейшие ограничения собрания, свободы собрания, выборного права. Вообще гражданской активности, которая не подвергается контролю государства. Значит, у нас очень много вопросов, очень много предметов, чтобы анализировать детально эти возможные новые законы и их возможный эффект на, в том числе, международное сотрудничество наших гражданских обществ. Я рада, что вместе с Алексеем Козловым мы можем в очередной раз проводить такое мероприятие. И хочу передать слово ему, но коротко позволить еще раз указать на план сегодняшнего вечера, на программу. В первом раунде переговоров у нас будут представители российских инициатив гражданского общества, которые изложат свои перспективы или точки зрения на эти новые законы. Потом мой коллега Вальтер Кауфман модерирует короткий раунд, где будет представлена немецкая точка зрения. Существует, например, возможности международной реакции. Если да, то какие? И как это может повлиять на сотрудничество наших гражданских обществ в Германии и в России, либо России и Европы? Так что это будет второй короткий раунд. Модератор будет Вальтер Кауфман. А в завершение все участники еще раз вступят в совместную дискуссию. И вы, дорогие партнеры и друзья нашего фонда Генриха Бюлля, можете через функцию «Вопросы и ответы» задавать свои вопросы нашим гостям, либо прокомментировать услышанные. И мы постараемся потом ответить на эти вопросы в нашей заключительной дискуссии. Но прежде чем передать слово сейчас Алексею Козлову, еще раз большое спасибо Вальтеру Кауфману, Нина Хаппе, нашей технической команде, которые в своем уже традиционном сотрудничестве подготовили наше мероприятие. Сейчас все больше и больше участников. Позвольте передать Алексею Козлову, который уже в своем начальном слайде требует освобождения политических заключенных. Придет тебе слово. Спасибо, Елен. Я хочу поблагодарить фонд Бюлля за возможность уже в восьмой раз обсудить ситуацию с гражданским обществом России в самом начале года, чтобы иметь возможность перспективно взглянуть или ретроспективно взглянуть, что было и что нам предстоит. В 2014 году, когда мы делали это первый раз, мы тогда говорили только об одном большом политически мотивированном деле. Это болотное дело. И для нас тогда это было чем-то огромным и невозможным, и последствия были не ясны. На данный момент у нас десятки, уже десятки политических уголовных дел, сотни и тысячи административных дел, которые также политически мотивированы, десятки организаций, объявленных иностранными агентами, сотни политических заключенных. И это все вот за этот небольшой период. И, соответственно, мы каждый год открываем какие-то новые аспекты этой ситуации. Но самое главное, мы каждый год разрабатываем план или советы гражданскому обществу, как Германии, так и России, каким образом взаимодействовать в такой ситуации наиболее успешно. И, находясь в таком контексте, наша организация «Солидарус» открывает новый проект «Фрайс Русланд» совместно с Free Russia Foundation, который будет как раз акцентировать свое внимание на ситуации с политическими заключенными, на политических иммигрантах и на репрессиях в странах Восточного партнерства и России, особенно в России и в Беларуси. Большое спасибо тем, кто сегодня нашел время поучаствовать в нашей конференции. И, надеюсь, что дискуссия будет плодотворна, и многие найдут ответы на те вопросы, которые у них накопились в связи с ситуацией в России. Успешной конференции! Спасибо! Добрый вечер! Позвольте вас приветствовать. Меня зовут Йоханнес Фосфинкер, я директор офиса Московского, офиса фонда Гейнриха Белла, и буду модерировать первые наши дискуссии. Я надеюсь, что все мои панелисты присутствуют, и прошу вас включать видеокамеру, чтобы я вас видел. Это, конечно, здесь специфика такой вот конференции в режиме онлайн. Мы сегодня хотели бы говорить о целом ряде репрессивных законов, которые уже были приняты или должны еще приниматься парламентом. И мы хотели бы обмениваться, насколько эти новые законы, абсурдные в том числе законы, будут ограничивать активность гражданского общества или делать ее даже невозможной. Я приветствую Галину Арапову, юрист, специалист в сфере СМИ, Наталью Звягину, директор Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии, и Дарья Пахочич. Она является художницей, преподавательницей русского языка и агентом иностранным, так называемым, и также Ольгу Гнездилову. Но коротко еще комментарий. У нас сегодня видеоконференция, и вы, конечно, знаете, что здесь имеется своя специфика. Поэтому позвольте сегодня говорить коротко, сжато. Моя задача, и надеюсь, что я буду не слишком невежливым обеспечивать, чтобы мы говорили, работали сконцентрированно, чтобы не выходить из нашего графика работы в том числе. И, позвольте повторить, конечно, все, которые сейчас слушают нас, имеют возможность задавать нам вопросы. Есть такое меню «Вопросы и ответы» на нижнем крае вашего монитора, где вы можете писанно задавать свои вопросы, либо выступить с комментариями. И мы попробуем на них ответить. Начинать мы хотели бы с коротким обзором целом ряде новых изменений законодательства в ущерб гражданской активности. Ольга Гнездилова здесь присутствует, она адвокат проекта «Правовая инициатива». Проект – главная задача которой является оказывать юридическую помощь для обращения в Европейский суд по правам человека. Ольга приготовила презентацию и даст нам короткий обзор о всех этих законодательных инициативах. Семь минут, Ольга. Прошу придерживаться. И если остается минута времени, я подниму лист с цифрой один как маленькое напоминание. Ольга, вам слово. Здравствуйте. Очень рада быть сегодня здесь и рада, что такое большое количество участников слушают нас. Я вижу, что по-русски больше 220 человек сейчас подключились. Это важный интерес к России и к тому, что сейчас происходит. Действительно, 2021 год – это выборный год. И конец 2020 и начало 2021 уже ознаменовались рядом законов, законодательных инициатив, которые направлены на то, чтобы выборы прошли так, как нужно власти. К сожалению, не в самом демократическом ключе. И, как правило, это ограничение в двух сферах – это свобода собраний и ограничение свободы слова. В свободе собраний, вы знаете, что в последние дни проходили протесты в России. За три дня протеста было задержано более 10 тысяч человек и более 700 получили административные аресты на срок до 25 суток. И уже люди, которые были арестованы в административном порядке, они допрашивались следователям в рамках уголовных дел, которые также были возбуждены. Это старая практика, но масштаб новый. Никогда у нас не было такого переполненного, таких переполненных мест содержания задержанных, таких жестоких условий содержания. Многие люди избиты, многие не получали питания в эти дни, мерзли, не имели возможности спать. То есть репрессии не только законодательную форму имеют, а еще форму вот такую практическую. Конечно, это не Беларусь, но мы уже потихоньку приближаемся к тем последствиям протестов, которые были там. Что касается законов, действительно, в области свободы собраний сейчас принята норма, согласно которой любые средства на митинги, часто люди собирают на то, чтобы организовать какой-то звук, арендовать микрофоны, арендовать колонки. Так вот, это будет все собираться согласно новому закону на специально открытый счет, который открывается только для этого мероприятия. Собирать деньги наличными нельзя будет, собирать на PayPal тоже будет запрещено. То есть вот такое ограничение, барьер в сборе денежных средств на проведение публичных мероприятий. Также новшество в Уголовном кодексе в области свободы собраний сейчас воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов будет не административным делом, а уголовным. Наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Что такое воспрепятствование движению пешеходов? На практике это даже если толпа людей, 10 человек, собрались на тротуаре и полицейские считают, что люди не могут из-за этого пройти. Это будет уже уголовным преступлением. Это, конечно, чудовищно и может привести к тому, что все абсолютно собравшиеся на мирный митинг будут проходить по этой статье. Также сейчас возбуждено уголовное дело, как тут уже коротко сказали, связанное с пандемией, под предлогом пандемии, о том, что организаторы протестов последних якобы нарушили санитарные нормы. То есть факт выхода на улицу в период пандемии коронавируса был назван созданием угрозы заражения граждан. Сейчас обвинение предъявлено 10 людям. Практически все они находятся под домашним арестом. Под домашним арестом находится пресс-секретарь Навального Кира Ермыш, которая была с ним в том самом самолете. И ничего хорошего, конечно, не будет. Будут реальные сроки лишения свободы. И второй блок – это свобода слова. Сейчас введена более строгая ответственность за клевету, обычная клевета будет караться до двух лет лишения свободы и обвинение в совершении сексуальных преступлений до пяти лет лишения свободы. У нас часто преступники получают, совершившие такие преступления, три года. А здесь просто рассказать о том, что какой-то чиновник или бизнесмен совершил насилие – это будет пять лет. Физические лица иноагенты – это основная тема, наверное, нашего собрания. Любой человек может быть признан. Не обязательно он должен работать где-то активно в организации. Достаточно перепоста какого-то призыва изменить закон или призыва изменить подходы к государственной политике в той или иной области. Это уже будет признано политической деятельностью. И иностранное финансирование – это не обязательно зарплата или стабильное финансирование. То есть достаточно получить небольшую сумму на свой счет из Украины, из Молдовы и так далее. Будет запрещено призывать к санкциям – это тоже будет уголовное преступление. Появились новые обязанности у НКО иностранных агентов. Сейчас они должны будут уведомлять Минюст о своих мероприятиях и программах до этих мероприятий. И Минюст получает право запретить программу или мероприятие. Если организация все равно проведет их, она может быть ликвидирована. Генпрокуратура получила право блокировать ресурсы, которые якобы допускают цензуру. Если YouTube снижает выдачу Russia Today, например, то российские власти смогут заблокировать и YouTube, и Facebook, которые снимают какие-то посты и так далее. Технические возможности есть, и теперь появились возможности в законе. Также будут введены штрафы до 8 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию с сайта. У нас довольно быстро суды принимают решение о том, что какая-то информация нежелательна. И сейчас эти сайты будут блокироваться. Не исключено, что это будут сайты некоммерческих организаций, которые публикуют информацию о нарушениях, о каких-то проблемах, которые есть в государстве. И также есть проект закона о том, что граждане России будут нести ответственность за участие в деятельности нежелательных НКО, даже если эта деятельность осуществляется за рубежом. То есть, в принципе, так в пояснительной записке к закону было сказано, что это связано с тем, что россияне участвуют в тренингах, участвуют в таких конференциях, как мы сегодня. И если это нежелательная организация, как наши друзья из Пражского центра, например, или многие другие, то где бы это мероприятие ни проходило, я, например, не смогу в нем участвовать, потому что это будет означать ответственность и очень серьезную вплоть до уголовной на родине. Поэтому все это накладывает охлаждающий эффект, все это снижает наши возможности выступать, говорить, публиковать информацию. И касается не только активистов, но и каждого гражданина. Спасибо. Большое спасибо, Ольга. Этот список, конечно же, в негативном смысле впечатляет. И он касается многих активистов и граждан. Многие не знают, как им дальше выстраивать алгоритмы своих действий. У нас сейчас в гостях юрист, госпожа Арапова. Она уже давно работает в Центре по защите прав СМИ. Галина, скажите, пожалуйста, какие последствия в ваших глазах будут иметь эти законы для работы гражданского общества? Спасибо большое, Йоханнес. Спасибо коллеге за приглашение присоединиться к вам к сегодняшней беседе. Действительно, я занимаюсь защитой прав журналистов. И, наверное, мой взгляд, он в первую очередь будет направлен на то, каким образом принятые законы и те, которые еще остались на обсуждении в Государственной Думе, как они могут повлиять на распространение информации, на свободу слова, на работу журналистов. В целом, на гражданское общество, потому что гражданское общество сейчас и правозащитные организации распространяют информацию прежде всего онлайн. И любой формат распространения информации, конечно, находится под бдительным контролем государства. И государство этот контроль все усиливает и усиливает. И примеры, которые привела Ольга в части законодательства об иностранных агентах, это один из тех примеров, которые показывают, каким образом наши законодатели, наши власти хотят контролировать не только нашу работу, но и ту информацию, которую мы распространяем, которую мы делимся в рамках таких конференций и так далее. В целом, весь пакет законопроектов, который был внесен в ноябре-декабре прошлого года в Государственную Думу, и подавляющее большинство этих законопроектов были приняты стремительно, буквально за неделю-десять дней они прошли первое чтение, и потом во втором-третьем чтение были приняты Государственной Думой. Практически все они были направлены на ужесточение контроля над гражданским обществом, гражданской активностью и введение новых форм цензуры относительно распространения информации по общественно значимым вопросам. Я боюсь, что все это направлено в первую очередь на формирование атмосферы страха, потому что если этот страх укоренится в людях, которые раньше еще что-то пытались обсуждать, открыто публично в социальных сетях, то сейчас у них больше аргументов, предоставленных государством, в пользу того, чтобы, если и обсуждать, то кулуарно, на кухне, не публично, не в социальных сетях, и, соответственно, чем меньше будет информации публично, тем больше будет создаваться иллюзия благополучной, хорошей жизни, той картинки жизни, которую формирует федеральное телевидение, которое полностью подконтрольно государству. И здесь важно очень отметить, что в целом информационная среда в России, она находится в серьезном контроле государства уже многие годы. Последние 10-15 лет государство много предприняло для того, чтобы взять под контроль средства массовой информации. Все федеральные каналы являются либо государственными, либо контролируются филированными компаниями государственными. Основные газеты также были заменены редакционные коллективы и контролирующие структуры, владельцы поменялись для того, чтобы можно было влиять на редакционную политику. И практически все гражданское общество ушло в интернет. Все, что необходимо обсуждать, все, что волнует людей, обсуждается и журналистами, и блогерами, и гражданами онлайн. И поэтому мы видим ужесточение серьезных в законодательстве относительно контроля над интернетом. Ольга приводила пример относительно клеветы. Здесь очень важно отметить также, что не только была введена уголовная ответственность за это, но и невероятно расширена правовая рамка, что считается клеветой, что фактически поломала всю формулу, что юридически признается криминальная уголовная дефамация и клеветой с точки зрения международных стандартов. Это всегда должна быть персонифицированная атака на человека, распространение недостоверных и поручащих сведений о конкретном человеке. Так вот, Российский уголовный кодекс теперь позволяет привлекать к уголовной ответственности за клевету в адрес индивидуально неопределенной группы лиц. И это фактически ломает весь смысл клеветы как таковой и вводит еще один дополнительный, очень серьезный инструмент для цензуры, в том числе онлайн. И это просто один из примеров. И таких примеров масса, это и законы об иностранных агентах, это серьезные изменения, связанные с работой журналистов при освещении массовых мероприятий. Здесь, учитывая, что это является основным фокусом нашей сегодняшней беседы, здесь важно отметить, что журналисты и раньше подвергались серьезным атаки в ситуации, когда они освещали массовые мероприятия, демонстрации, митинги, пикеты. Сейчас это гораздо более серьезным образом скажется на их работе. Мы наблюдали это буквально за последние три недели. 82 журналиста было задержано на последнем, 31 января, по всей стране. И журналисты вынуждены теперь носить специально отличительные знаки. Никто не понимает, какие именно знаки они должны на себя одевать. И джилетки или бэджили, указывающие на прессу. Но мы видим, что они таким образом становятся только мишенью для полиции. Их быстро вылавливают, сажают в автозак и увозят вместе с митингующими. И они точно так же получают штраф или арест. Поэтому пространство свободы слова, безусловно, сужается. Я буду рада ответить на вопросы, если будут какие-то конкретные вопросы по конкретным законам. Но надо сказать, что мы уже устали коллекционировать эти новые цензурные инструменты и объяснять журналистам и гражданскому обществу, и правозащитным организациям, как можно в этой атмосфере продолжать распространять информацию, не подвергать себя рискам. Тем не менее, я думаю, что все правозащитные организации и журналисты понимают, что это необходимо делать, но в более сложных условиях. Спасибо. Большое спасибо, Галина. Наталья Звягина, Вы директор Amnesty International в Восточной Европе, Центральная Азия. Что эти изменения означают для Вас конкретно, для Вашей организации? Вы уже чувствуете какой-то эффект? Для Amnesty International, которая является в России международной организацией, не все из этих законов являются новинкой. Например, международная организация Human Rights Watch, другие инициативы, Красный Крест, например, а также врачи без границ, например, обязаны в любом случае направлять в Министерство юстиции информацию о планах деятельности. Ежегодно это делается, но это все достаточно мягко происходило, потому что у Министерства юстиции не было такого права говорить, что нам можно проводить, а что нельзя проводить. Но, разумеется, наши коллеги, например, из организации Oxfam, из каких-то других организаций, серьезно, как и мы, размышляют на тему того, что как общательные организации международные, российские должны реагировать, с кем общаться, как общаться. И это серьезный вызов и для нас, и для вообще гражданского общества, для национальных организаций и даже не организаций отдельных людей в целом. Как вообще предугадать, что будет происходить? Это, мне кажется, одна из главных проблем. Даже юристы, которые хорошо знают законодательство, даже юристы, специализирующиеся регулярно на работе с гражданским сектором, с какими-то активистскими ситуациями, получили такой объем новых каких-то сведений, что очень сложно им сориентироваться в том, как все устроено. Тем более, нам очевидно, что и властные структуры тоже не очень понимают, как это работает, на них где-то недоведена информация, что для нас элемент такой надежды, но и дополнительный вызов, как все это будет работать. Это серьезная проблема. Ни люди, ни организации не могут предугадать, что ты сделаешь и какой ответ ты на это получишь. А так, конечно же, нам очень важно продолжать какие-то те действия, которые были начаты, коллегами начаты. Например, поддержка одиночных пикетов как формы. Это такая попытка преодолеть эти коронавирусные ограничения. Уже до Нового года были начаты действия и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Активисты обращаются к региональным властям с просьбой перестать запрещать хотя бы одиночные пикеты. Потому что те, кто выходит один с плакатиком, получают штраф за нарушение санитарного законодательства. Хотя в этих городах было возможно тусить в барах, организовывать какие-то форумы, проводить какие-то молодежные съезды, конференции, даже во время более серьезных ограничений. И мне кажется, это очень важно сейчас как-то сдвигать. Я ответила на вопрос. Да, частично да. Но я хотела бы узнать следующее. Вот эта угроза, которая сейчас возникла, как это воспринимают ваши коллеги? Или если вы активист, что вы делаете наряду с этой угрозой? Я вижу, что люди на самом деле очень смело продолжают работать так, как они работали. То есть пока что люди, может быть, не делают вид, что они не замечают. Но мне кажется, это самая нормальная реакция. Хорошо делать свою работу. И это дает надежду. Мы видим, что активисты, которые занимались контролем за публичными мероприятиями, такие наблюдатели на публичном протесте, они продолжали выходить. И вот на этих акциях были случаи задержаний. Впервые за всю работу в России таких наблюдательских инициатив два активиста от организации ОГОН, объединенная группа общественного наблюдения, были задержаны. Они тоже были в жилетках, они тоже показывали свои документы, письма, которые они направили в полицию и Росгвардию. Но их, несмотря на вот эти знаки, задержали. И суд совершенно проигнорировал все эти особенности, их правового статуса на публичном мероприятии. И подверг их аресту. Трое суток они провели в спецприемнике. Но все равно эта тактика уже как-то позволяла контролировать ситуацию. Мы видим, что те активисты, которые участвуют в наблюдении за положением людей в закрытых учреждениях, в местах принудительного содержания, в тюрьмах также продолжают свою работу. И это очень помогло активистам, которые оказались задержанными. И мне кажется, вот эта вот работа, освещение мероприятий также очень помогает вообще всем. Просто делайте то, что делаете. Спасибо. Спасибо вам. Когда мы готовились к нашему мероприятию, мы уже говорили тоже об иностранных агентах в новом качестве, если можно так сказать. Потому что сейчас физические лица могут стать или получать вот это клеймо иностранного агента. У нас присутствует Дарья Апохончич. Она учительница, художница, живет в Петербурге, выступает против насилия в обществе, в том числе насилие на дому, насилие против женщин. И в конце декабря, для нас это, и для нее, наверное, тоже был большой сюрприз, она была объявлена в СМИ иностранным агентом. Есть такая вот интересная констелляция, что физическое лицо может быть и объявлено в СМИ еще иностранным агентом. Дарья, вы могли бы нам пояснить, почему вы получили этот статус? Добрый день, спасибо, что пригласили. Я до сих пор не поняла, почему я СМИ иностранный агент, скажу честно. Я направила в Минюст письмо с просьбой объяснить. Он мне прислал что-то вроде такой отписки, то есть там формальные перечисленные статьи, по которым меня признали. Но конкретно за какие действия нет. Я подготовила несколько картинок, я не знаю, сейчас это или потом, просто для того, чтобы объяснить, ну, кто я и чтобы создать какой-то контекст. Я думаю, что мне этот подарок от Министерства юстиции был по совокупности за весь тот активизм, которым мы занимались в течение очень долгого времени в Петербурге. Петербург – это город с очень активным уличным феминистским активизмом, и вот за 7-8 лет мы сделали просто сотни акций, перформансов, самых разных флэш-мобов. Мы делали фестивали, делали антимилитаристские выставки, феминистские выставки, экологические, каких только ни делали. И все эти годы нам удавалось существовать без штрафов, практически без каких-то столкновений. Хотя, ну, конечно, бывало разное, но просто в двух словах, чтобы, ну, обрисовать тоже мою личную историю. Сегодня мы говорили о репрессиях. Вот прошлым летом я была задержана на улице за перформанс в поддержку Юлии Цветковой и в поддержку сестерка Чатурян. Вот эти два важных дела в области прав женщин, и я делала эти перформансы. Меня судили, приговорили к двум штрафам, и потом суд это обжаловал, но не потому, что суд понял, что это неправильно, а просто потому, что действительно очень плохо были сделаны протоколы. Вот по формальному методу как-то удалось моим защитникам отбить этот штраф. Но после этого был вот этот список СМИ иностранных агентов, в том числе потому, что я действительно получаю периодически деньги из-за рубежа. Во-первых, потому что я преподаю русский как иностранный, и было бы странно не получать деньги из-за рубежа. А во-вторых, потому что у меня было много коллабораций, фестивалей, разных дней, когда я объявляла сбор средств, например, на штрафы и на другие нужные, и я действительно получала пожертвования. Это было в декабре, а неделю назад ко мне пришли с обыском, они стали ломать дверь и изъяли. Шесть часов продолжался обыск, у меня изъяли всю технику, у детей изъяли все телефоны, ну как бы там какое-то количество плакатов и так далее. То есть вот это все случилось в течение нескольких месяцев, а за предыдущий период, за восемь лет, ну ничего такого рядом не происходило. То есть сейчас настолько ужесточилась ситуация вот с гражданскими активистами, активистами типа меня. То есть я не претендую на должность мэра, я не занимаюсь политической борьбой, но мой активизм считается политическим заявлением в России, а раньше такого не было. Вот, я не знаю, как можно показать презентацию, или это потом. Дарья, да, вы нам направили несколько фотографий, чтобы мы получили впечатление от вашей работы. Я надеюсь, что сейчас мы это покажем, и вы это прокомментируйте, пожалуйста. Я надеюсь, что у нас получится. Хорошо, ну если получится, это просто какой-то общий фон, чем мы занимаемся, и чем можно заниматься, чтобы стать видимыми. Я думаю, мое главное преступление было в том, что меня стало в какой-то момент слишком заметно. Так, пока не работает. Отлично, вот это фотоакция «Отдых для мужчин», такая пародийная, в которой показано, что проституция, вовлечение женщины в проституцию – это не отдых для мужчин, это эксплуатация. То есть, например, вот такими вещами я занимаюсь. Можно, пожалуйста, следующую картинку? То есть, это был фотопроект, и тоже я с ним выступала, ну, он был включен в разные международные выставки. Можно, пожалуйста, следующий кадр? Да, вот это из этой же серии. То есть, мы занимаемся таким, ну, это лично мой, а вообще это направление, в том числе групп, с которыми я взаимодействую, творческих. Можно следующий, пожалуйста? Так, вот это то, что мы делали с группой «Родина», когда она существовала. Эта акция называется «Нежный ОМОН», которую мы проводили перед Днем России, и мы предлагали ОМОНу альтернативный сценарий. Как быть нежными, собирать мусор, петь песни. То есть, видите, это тоже такой творческий, юмористический акционизм. Можно, пожалуйста, следующий. Эта акция, она тоже была очень популярна, она называется «Увы, парад для увы, патриотов», в котором мы гротескно обыгрывали патриотические идеи государственные и отражали. То есть, вместо «Мир, труд, май», например, «Война, безработица, ноябрь». То есть, такое депрессивное состояние нашей страны. И вот это была очень популярная акция, ее все очень много тиражировали потом, в том числе потому, что она отражает депрессивное настроение. Можно, пожалуйста, дальше? Вот это была в Кемерово сделана акция, но она как раз на тему рая и счастья. Здесь рай и мечтать больше не о чем. То есть, Кемерово как такой регион, в котором вообще нельзя критиковать власть, нельзя говорить никогда ни о чем плохом. И мы гуляли с такими плакатами по городу, и люди понимали, что это ирония, но не были уверены, потому что это было очень сложно понять, то ли правда, то ли нет. Можно, пожалуйста, следующий? Это тоже один из патриотических перформансов, который мы делали. Он танцевальный, его совсем невозможно понять, как политическое высказывание, но чтобы просто понятно было, что это родина Амат, богиня, которая ест сердца. Непонятно. Давайте следующую картинку. А это уже не моя акция, но то, что происходит в Петербурге в плане художественного феминизма, антимилитаристского высказывания, вот эта акция, посвященная призывному такому рабству, когда молодых мужчин забирают в армию, и женщины это тоже касается, потому что их это не устраивает. Можно следующую, пожалуйста? И это такой громкий тоже перформанс, который был в 2018 году, посвященный борьбе с абортами, такая пародия, как люди, выступающие против абортов, как они выглядят со стороны. Это был такой заплыв против абортов и анонизма, это делали петербургские феминистки. Понятно было, что это всегда очень громкие, красочные акции, которые надо сделать усилия для того, чтобы понять, это на самом деле или такой сарказм. Но поскольку каждый раз эти акции мимикрируют, то есть вот эта акция, например, она проходила на корабле, и это был арендован корабль. И поймать людей, которые делают акции на корабле, невозможно, но, конечно, это срезонировало очень сильно именно за смелость. Можно, пожалуйста, следующее? Это «Вульва-балет», перформанс-поддержку Юлии Цветковой, как раз за которую меня судили, и тоже такой был танцевальный. И, в принципе, видите, социальная дистанция была соблюдена, танцевали на нужном расстоянии, но судили меня как раз за нарушение санитарных всех этих правил. Вот, и, наверное, последняя, да, вот сейчас картинка, можно последняя? Это все, да, там еще было минутное видео, но его можно не показывать, уже было много, чтобы просто вы понимали, что такое феминистский уличный активизм в Петербурге, вот как он выглядит. Спасибо. Большое спасибо вам, Дарья. Мы видели одну акцию перед военкоматом, где женщины протестируют против того, что их сыновей призывают. И вот это для немецких слушателей, что там была надпись «Рожай мяса». Большое спасибо. Я бы теперь хотела открыть второй раунд вопросов. Мы видим, что роль гражданского общества ограничивается. Галина, вам вопрос. Скажите, пожалуйста, если все это ограничивается, наблюдаете ли вы противодействия, что люди начинают сопротивляться всему этому? Я вот здесь развела, на самом деле, вопрос относительно того, кто сопротивляется. Вы спрашиваете, сопротивляются ли люди. Здесь кажется, что можно говорить о всем обществе, обо всем населении. Я бы, наверное, не спешила давать оценки, что меняется в целом понимание всем российским обществом ситуации, и что все начинают сопротивляться. Я боюсь, что нет. Но, тем не менее, то, что вышло 42% на улицу новых людей по данным, которые были озвучены по результатам прошедших митингов, это отчасти свидетельствует о том, что новые люди начинают проявлять свою позицию гражданскую. И давайте еще учитывать, что это происходит в период пандемии, в период ограничений, при открытом, достаточно жестком подавлении протеста. И то, что эти 42% новых людей примкнули к уличному, открытому проявлению протеста и демонстрируют свою гражданскую позицию, это как раз отчасти является тем свидетельством, которое мы можем просто видеть, пощупать его руками. Но помимо этого, я как специалист все-таки в области масс-медиа должна сказать, что мы за прошедшие, наверное, 2-3 года наблюдаем некий бум развития, такое бурное развитие журналистики расследований. Это очень важно. Очень важно отметить, что несмотря на очень высокий уровень контроля за средствами массовой информации со стороны государства, несмотря на огромные вливания финансовые, бюджетных денег в пропаганду, журналисты продолжают осуществлять свою профессиональную деятельность, демонстрируя, в общем-то, достаточно серьезную смелость. И они формируют новые какие-то команды, новые информационные проекты, в рамках которых они рассказывают, что происходит в стране, они дают площадку для высказывания критических позиций, они публикуют журналистские расследования. И вот эти свободные голоса, они звучат. Они звучат не в телевизоре, они звучат, конечно, в основном в интернете. Приходят на место государственных журналистов-блогеры, и они занимают вот это вот ставшее пустым место вакуум во многих регионах, практически становясь такими гражданскими журналистами. Это тоже важно отметить, что таких блогеров, которые рассказывают о событиях в обществе, общественно-политических событиях, их становится больше и больше. И это не журналисты профессиональные во многих случаях, это инженеры, врачи, студенты, кто угодно. Но важно обратить внимание на то, что и среди них журналисты есть в том числе. Причем те, которые днем работают на государственном телевидении, а вечером ведут оппозиционный, например, телеграм-канал или ютуб-канал. Такие тоже есть, это тоже как бы новое, это нечто новое в информационной среде российской. Вот поэтому вот все эти разные проявления того, что общество просыпается, в целом можно, наверное, отмечать как такую позитивную тенденцию. Другое дело, как долго это все будет происходить, сколько этого нужно, насколько массово это должно быть для того, чтобы мы могли бы говорить, что да, российское общество проснулось, и оно хочет защищать свои права и готово делать это, не боясь. Я не знаю. Это скорее вопрос к политологу, а не к правозащитникам, а не к юристу, которым я являюсь. Но тем не менее, в целом мы отмечаем тенденцию, что журналисты устали от цензуры. Они устали от самоцензуры, они устали от непрерывного законотворчества, которое вводит все более и более изощренные новые формы контроля над свободой массовой информации, и они начинают искать другие площадки для того, чтобы высказываться. И это, конечно, невозможно не заметить. Это на самом деле особенность, за которой мы следим с большим уважением, потому что, несмотря на все то давление, которое постоянно аккумулируется, мы видим креативность, новые форматы поведения, которые позволяют создавать островки свободы. Однако последняя законодательная волна, которая уже на подходе, уже сейчас демонстрирует, что становится все меньше и меньше воздуха. Наталья, вы работаете на зарубежную организацию Amnesty International. Постоянное российское руководство часто упрекает эту организацию, что она извне вмешивается в российские вопросы. Как вы реагируете на такие упреки? Во-первых, мы всегда говорим о том, что ориентируемся на то, чем занимаются люди на местах. И для нас очень важно рассказывать о том, что делают российские активисты. В большей степени видеть и рассказывать людям вдохновляющие истории о них же самих, о том, как здорово организуются люди, у которых родственники оказались в заключении, при невозможности узнать, в каком спецприемнике после митинга они содержатся, как они на морозе организуют очередь для того, чтобы организовать передачи, как они взаимодействуют с другими организациями, чтобы эти передачи передавать более эффективно, чтобы там ускорился процесс, а не как это было в первые дни, когда принимали 10 или 30 всего передач, хотя в спецприемнике содержится 800 человек, которые туда доставлены. И мне кажется, это очень важно все равно напоминать о том, что мы работаем здесь, и активисты, которые критически высказываются, проводят перформансы, как нам показал Дарья, которые требуют того, чтобы их тело имело право быть показанным по телевизору или опубликованным в соцсетях и вообще говорить о женщинах свободно, имели возможность это делать. И это очень часто тоже называют иностранным влиянием. То же самое Юлия Цветкова, она таким стала международным символом, в том числе потому, что и феминистки, и просто обычные люди в России видят, что им прямо говорят, что это какое-то разлагающее западное влияние, но у нас в России, в Советском Союзе женское тело было чем-то совершенно нормальным, а сейчас оно начинает как-то быть более и более закрытым, и неизвестно, чье это влияние Запада или наоборот Востока. Мне кажется, такие штуки чрезвычайно важны. Еще мне очень кажется важным рассказывать о каких-то успехах, которые происходят в других странах. Вот этим амнистией очень сильно занимается. Мы, в частности, рассказываем, на самом деле, критические истории про США, где используют перцовый газ против активистов, чрезмерное насилие и так далее. В этом смысле мы даже иногда думаем, что мы можем как организация международная быть использована, наоборот, пропагандистами в этих критических высказываниях, но мы показываем и хорошие практики, как людям в других странах удается решать какие-то проблемы совместно, проявлять солидарность, добиваться успехов, может быть, даже в еще более тяжелых ситуациях. И мы стараемся предоставить окошко возможности поучаствовать в поддержке, например, японцев, которые ждут смертной казни, хотя это не очень справедливо в их случае. И мне кажется, это должно воодушевлять людей. И мне кажется, вот такие окна возможностей и для европейцев будут тоже крайне важны в будущем показывать хороший опыт, рассказывать о том, каково место России в мировой повестке, потому что у нас в России люди очень локализованные. Мы видим, мы живем в Воронеже, например, и мы стараемся следить за тем, что происходит в Воронежской области, но уже плохо знаем, что происходит в Хабаровске, где там регулярные акции. Или мы следим за тем, что в России, но не видим, какие есть демонстрации в Европе, или что происходит сейчас в Мьянме, Бирме. И в этом смысле очень важно вот этот горизонт раскрывать и показывать другой опыт. Большое спасибо. Уже два раза упоминалось имя Юлия Цветкова. Это женщина из России, которая представляла женские гениталии в художественном образе и из-за этого преследуется уголовному преследованию. Итак, у меня сейчас вопрос к Дарье. Как я же вначале говорила, вы в кавычках иностранный агент. Скажите, пожалуйста, какие последствия это для вас уже возымело? Вам надо было какую-то отчетность представлять? Да, мне надо было предоставить отчетность за период прошлого года, когда я была иностранным агентом. Это четыре дня. У меня тогда закончился карантин, коронавирус. Я вообще не собирала чеки, покупала подарки, праздновала Новый год. Я так и написала в отчете. Потому что отчет предосмотрен для НКО и совершенно не для физических лиц. То есть как его заполнять человеку, который не ведет никакой деятельности, а я не проводила никакой деятельности. Это совершенно абсурдное было дело. И я с ужасом думаю о том, каким образом мне надо подавать новый отчет, потому что там непонятно, нужно ли мне вписывать эти траты или не нужно. И мы первые ласточки, первые поколения физических лиц иностранных агентов. Но дальше мне нужно подписывать каждый материал, который я публикую в интернете, что этот материал был создан. Дарья, извините, что перебиваю, но нужно пояснить нашим слушателям. Вы должны подавать отчетность не только за поступившее вам средство, но и отчет, на что вы их потратили. И это вы должны делать каждые три месяца, правильно? Да, да, совершенно верно. Но я надеюсь, что у нас будет какой-то содержательный ответ от Минюста. То есть пока содержательно нам Минюст не прокомментировал, действительно ли эта форма для НКО нам подходит. Потому что мы явно не НКО, и мы явно не должны заполнять форму в том виде, в котором она есть на сайте. То есть этот закон, он был принят, видимо, очень поспешно, и они не адаптировали документы. Это сейчас, когда ты отчитываешься, то есть там графы, на что вы потратили эти деньги, но я не понимаю, что писать. То есть, ну, подарки купила детям и так далее. То есть я считаю, что, конечно, это вмешательство в частную жизнь. И потом мы должны писать пометку, что те материалы, которые мы публикуем в сети, в Фейсбуке, не знаю, в Инстаграме, это материалы, созданные СМИ иностранным агентом. Но я говорю, что я вот из этого списка этих людей у меня никогда не было журналистских амбиций. И когда я публикую фотографию, не знаю, своих детей, и пишу этот текст, что вот этот материал, это сделано СМИ иностранным агентом, я чувствую себя очень странно, потому что, с одной стороны, я не хочу платить штраф совершенно, а теперь после того, как у меня забрали всю технику и компьютер и так далее, ну, это вообще очень неприятно. С одной стороны. С другой стороны, это, конечно, ну, выглядит как антиутопия, когда тебе всерьез надо этим заниматься и думать о последствиях. Но помимо этого, там был еще пункт о том, что мы обязаны учредить НКО или любую организацию, официально заявить Минюст. Мы объединились с тремя людьми из этого списка, и вот мой коллега из Пскова взял на себя большую часть работы, мы обязаны были, мы учредили вот это ООО, общество с ограниченной ответственностью. Вот, но, честно скажу, я здесь очень пассивно участвую, потому что я открываю, ничего не понимаю, закрываю и доверяю своим коллегам этим заниматься, потому что у меня, я вообще не понимаю, зачем всерьез мне это делать. Да. Может быть, я еще скажу следующее. Вы должны отчитываться, но никто не знает, какие чеки, какие квитанции, что надо подавать. И потом еще требуется, чтобы физическое лицо, которое числится как СМИ, иностранный агент, учреждает юридическое лицо. Это еще пояснение для немецкой публики. Большое-большое спасибо. Это наш первый раунд дискуссионный сегодня вечером о гражданском обществе в России и актуальных состояниях, актуальных угрозах. Это был взгляд из России, сейчас последует взгляд из Германии. Мы делаем маленький перерывчик, пять минут, чтобы вы могли пойти за чаем или печеньем. А в 21.05 по московскому и в 19.05 по берлинскому времени у нас будет продолжение нашей работы, и мы займемся вопросом западных партнеров. Как, например, в Германии можно или нужно отреагировать на услышанное? У нас будут представители Европейского парламента, немецкого МИДа и представители гражданского общества. Так что через пять минут встречаемся снова. И, конечно, тоже будет возможность для российских партнеров задавать вопросы немецким участникам. Пять минут перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Итак, дорогие дамы и господа, мы продолжаем нашу встречу. Я вас приветствую из Берлина. Меня зовут Вальтер Каффман. Я здесь в фонде Генриха Белла Берлина руковожу работой по Восточной Европе. И я хочу приветствовать сейчас на наш второй раунд дискуссионный. Я приветствую Штефани Шифер, которая является инициатором и учредителем обмена Европейский обмен, который проводит самые разнообразные программы по обмену с Восточной Европой. Штефани Шифер является также инициатором европейской платформы независимых выборов. Это платформа, которая собирает наблюдателей за выбором, и российское правительство эту организацию расценивало как нежеланную организацию, поэтому она в том числе не может въехать в Россию. Потом присутствует здесь Табиас Тункель, который является начальником отдела по работе с Россией, с МИДом. В МИДе господин Тункель, добрый вечер. И Сергей Лагодинский, спикер зеленых в Европейском парламенте по вопросам России. Добрый вечер, Сергей. Мы рады, что вы все здесь. Господин Тункель, мой первый вопрос к вам. Немецкое правительство в последние годы высказалось за то, чтобы Россия осталась в Совете Европы. Сейчас в рамках дела Навальный юстиция в общем-то вообще неуважительно обратилась в Совете Европы, приговаривая Навального к двум годам восьми месяцев лагерем. И в 2014 году были уже очень критические высказывания со стороны Совета Европы, где потребовали отменить эти законы. Что это значит? Как вообще может отреагировать Европа? Совет Европы стал уже беззубой, ненужной организацией. какой позиции вы здесь занимаете? Спасибо, господин Кауфман. Спасибо за приглашение, за возможность участвовать. И я действительно впечатлен услышанным в первой дискуссии, в первой части нашего семинара. Участницы очень ярко продемонстрировали насколько эти новые законы касаются представительниц гражданского общества. Ваш вопрос Совет Европы, конечно, вам все это известно. В 2019 состоялись очень сложные дискуссии, когда мы выступали за возвращение России в ПАСЭ. Это было очень сложной дискуссии. и мы, конечно, знали, что целый ряд аргументов против. Мы приняли это решение после интенсивных дискуссий, в том числе, с представителями гражданского общества и в конце концов пришли к мнению, что преимущества, которые возникают, если российское гражданское общество имеет доступ к Европейскому суду по правам человека, преобладают. Это был наш анализ 2019 года. Насколько мы сегодня пришли бы к такому же решению, это, конечно, можно обсуждать, особенно после изменения Конституции в прошлом году, где российскому суду отдается приоритет по отношению к решениям Европейского суда по правам человека. То есть мы видим, что здесь определенная деваливация обязанностей в рамках Совета Европы. И, естественно, это значит, что Россия политически медленно уходит из Совета Европы. Мы об этом сожалеем. но, с другой стороны, это, опять-таки, аргумент, почему мы хотели бы держать Россию в пассе. Это возможность напоминать России о своих обязательствах по отношению к гражданскому обществу. Нам часто говорят, будто это вмешательство во внутренние дела. Мы, в общем-то, это немножко видим по-другому. Мы ссылаемся на международный контекст, Совет Европы, АБС, Конвенция по правам человека международная. И, если этот фундамент исчезнет, у нас уже тоже не будет рычагов определенного воздействия или определенной борьбы в интересах независимого гражданского общества. Так что это опять-таки сложный вопрос. Но еще раз надо видеть и те преимущества, и те положительные аспекты, которые имеются в связи с членством в Совете Европы. Может быть, следующий мой вопрос Сергею. В декабре 2019 года парламент принял резолюцию, где различные европейские структуры Европы были призваны очень критически рассматривать и анализировать вот это законодательство об иностранных агентах России. Постоянно говорить об этом в беседах с Москвой и так далее. На прошлой неделе мы видели господина Борреля, и тут скорее возникло впечатление, будто господин Лавров критиковал Борреля, а не наоборот. Насколько Европейский Союз вообще является дееспособным по отношению с Россией и что Европейский Союз может делать, чтобы приобрести эту дееспособность? Сергей, просим выйти на немецкий канал. Спасибо. Извините, да. Значит, ЭУ тут также мало дееспособным по отношению к России, как по всем другим европейским темам. Это видно и по моему выражению лица, наверное. Мне это фрустрирует заниматься внешней политикой в Европейском парламенте. Европейский парламент имеет самые слабые компетенции в рамках организационной структуры Европы. Ну и в общем и целом Европейский Союз не слишком дееспособен. Мне кажется, что, конечно, есть возможности, есть пространство определенное, чтобы что-то делать, но такие встречи, как последняя московская встреча не способствует тому, чтобы мы активно воспользовались этими возможностями. Я говорила с кабинетом Борреля, те беседы, которые состоялись за кулисами, они были в пане открытыми и критическими. И там в том числе были подняты те вопросы, о которых мы сегодня говорим. Они были критически рассмотрены, обсуждены. Есть почти уже неротические реакции Лаврова. Наверное, это своего рода реакция или показатель, что все-таки есть определенное давление. это будет положительное толкование встречи, но я бы наверное более сдержанно здесь говорил, это было снижение, унижение Европейского Союза. И такое допускать нельзя, конечно. У нас есть возможности, например, инструмент санкций, в том числе санкций для защиты прав человека. Тут надо очень быстро что-то делать. Я смотрю на доктора Тунка. Мы ждем пока еще инициатив со стороны крупных государств, участников, не только политических государств. Сейчас дело за Берлином, за Парижем, за другими, чтобы начинать очередной процесс санкций, переговоров по санкциям. Тут мы, например, можем явно показывать, что мы не только будем на пресс-каренциях стоять, нас критикуют, а мы смотрим себе в ноги, но и мы можем что-то делать, чтобы и российским элитам, олигархам и так далее было неприятно и больно. Я не хочу сейчас говорить про Северном потоке-2, не хочу поставить господина Тункля в сложную ситуацию, но вот очень простое дело, где Германии даже не нужен Европейский Союз, но есть и другие механизмы санкций. и все это наряду с новым подходом к законам об отмывании грязных денег или борьбы против коррупции. Речь даже не в санкциях, а речь о том, какую сумму грязных денег мы хотим отмывать у себя. Штефани, мы только что слышали, что то, что происходит в России и для наших партнеров в гражданском обществе является очень опасной, чревато опасностью. Означает ли это для западных партнеров, спонсоров, что мы должны более скрыто действовать, более осторожно действовать или может быть все-таки надо открыто оказывать дальнейшую моральную, финансовую и прочую поддержку. С учетом того, что международное сотрудничество для России, для гражданского общества пока очень сложно. Спасибо за приглашение принимать участие и за вопрос. Позвольте коротко прокомментировать вопрос с Советом Европы. то, что вы сказали, конечно, существует возможность обращаться с жалобами в суд и так далее. Россия сейчас не готова выполнять те решения, которые принимаются Европейским судом. Это значит, что Россия нарушает Конвенцию по правам человека. И, конечно, на это надо реагировать. Ведь это было частью данной сделки, что российские делегации снова получают право голосовать, чтобы российское общество или граждане получили возможность обращаться в суд. надо посмотреть, насколько сейчас есть параллельная ситуация несколько лет назад, когда азербайджанское правительство нарушило эти рамки. Тогда это возымело свой эффект. Азербайджанское правительство стало придерживаться правил. Так что это тоже вопрос, который покажет, насколько всерьез Совет Европы принимается в себя. И те законы, которые сейчас принимаются, они, конечно, нарушают 11 параграф Конвенции по правам человека, право объединения, собрания и так далее. Все то, что только что рассказывали коллеги, вот это давление, которое сейчас на них оказывается, это нарушение права объединения, собрания и так далее со стороны российского правительства. И мы, конечно, должны смотреть, какую роль Россия играет сейчас в Совете Европы. Мы знаем, что Совет тоже пережил очень сильный кризис, коррупционный кризис, который исходил тогда с Азербайджана. Так что мы сейчас должны следить за тем, чтобы комиссии сейчас были устойчивы, в том числе сумели противостоять воздействию и влиянию в том числе со стороны России. Это мой короткий комментарий по вопросам Совета Европы. По другим вопросам я бы тоже имела что сказать, но конкретно по твоему вопросу. Конечно, мы должны помочь дальше поддерживать гражданское общество в России. Это можно. Законы, они ужасные, строгие, они опасные, но в российском гражданском обществе настолько большая готовность сотрудничать, у нас денег даже не хватает, чтобы оказывать помощь, которая в том числе постребована и на которую согласна. Но вопрос даже не в сумме денег, а как помочь. Надо очень умно, мудро подходить, надо разрабатывать правильные механизмы, и тут нам нужны и инструменты, и структуры, и, конечно, мы совместно с Министерством Европейским Союзом должны разрабатывать это. Я большой фанат общества European Domain for Democracy, и эту организацию надо укрепить, в том числе, чтобы она была дееспособной в сложных ситуациях, и должны быть какие-то сравнимые структуры в Германии, которые политически правильно и устойчиво могли бы оказывать поддержку, в том числе, в таких ситуациях, как сегодня. Ну что ж, вопрос, который касается поддержки. Что нам делать с аргументами, которые я не разделяю, но которые часто слышим мы? Если вы вмешиваетесь в Россию, то тогда не надо протестовать против того, что русские вмешиваются здесь. У нас очень много форм так называемых гибридных воин, вот даже Лизу ту вспомнить несколько лет тому назад. И у нас в стране есть некоторые организации, которые получают поддержку из России. Как нам к этому, ко всему подходить? Или мы действуем по принципу как ты мне, так я и тебе? Мы видим, что мы сейчас находимся на таком коммуникационном уровне, где не совсем все цивилизованно происходит. И как нам к этому вообще подходить? Открыто вступать в перепалку, отражать дезинформацию и манипуляцию? Господин Тункель, что вы скажете? Мне думается, что нам нужно следить за уровнем общения. Если вы намекаете на коммуникацию, которая имела место быть в пятницу, то я думаю, что Европейскому Союзу не надо опускаться на этот уровень. Скорее всего взять другой тон в общении, но что вне всякого вопроса это то, что вне зависимости от того, что делают российские гражданские организации, немецкие гражданские организации, вне зависимости от их деятельности и что касается нашей собственной ситуации, наших законов, мы должны работать над тем, чтобы ничто не могло выбить нас из седла. Нам не надо применять те методы, которые мы критикуем в отношении России, к тому же мы не можем эти методы увязать с нашей правовой системой, потому что применение таких методов означает, что мы нарушаем нашу собственную систему ценностей, и мы тогда становимся неправдоподобными. Я думаю, что никто в этом и не сомневается, но необходимость налицо. Нам необходимо на самом деле работать над тем, чтобы наше свободное общество, чтобы наши свободные СМИ, чтобы ими не злоупотребляли, чтобы их не размывали. И мы уже некоторые инициативы запустили. Еще в 2014 году, когда было это злое пробуждение, мы заточили наш инструментарий, но и дальше нам надо оставаться очень бдительными. Я думаю, что каждый осознает, в какой ситуации мы находимся, кто читает газеты. Сергей, пожалуйста. На самом деле вопрос заключается в том, будем ли мы играть в ту игру, которую нам навязывают. И я хочу сказать следующее, что мне еще не известен, не знаком ни один закон, который бы русскому миру предал печать иностранного агента. У нас нету никаких нежелательных организаций, как вот коллега одна из Ростова, которая два года находится под домашним арестом, и на дне нависла угроза того, что ее отправят в лагерь. Я не хочу, чтобы в нашей стране были такие законы, то есть мы не должны, мы не должны действовать по принципу зеркального отражения. Почему? Потому что мы живем в демократии, они не в демократии живут, и об этом нужно говорить открыто. Кого поддерживаем мы, кого поддерживает противная сторона? Мы поддерживаем организации, которые участвуют в строительстве и расширении демократии, а другая сторона поддерживает организации, которые разрешают демократию. И что касается демократии, то возьмите Европейский совет, декларацию прав человека, все там прописано, и не надо все это загрязнять какими-то контрапродуктивными дискуссиями. Мы поддерживаем организации, которые выступают за права человека, и мы не поддерживаем организации, которые работают над искажением прав человека, и проводят какую-то псевдо работу в сфере прав человека. Здесь надо на самом деле отметить, что это не является какой-то пропагандой, мы на самом деле имеем определенные ценности, европейские ценности, права человека, которые мы сами для себя определили. Если вам это не нравится, ну, пожалуйста, ориентируйтесь на Китай, если вам это больше нравится, ну, это тогда будет иметь последствия в какой бы то ни было форме. Я на самом деле не хочу, чтобы мы подвергались давлению со стороны каких-то пропагандистов и действовали по принципу зеркального отражения. Итак, последний вопрос в этом раунде. Штефани, вчера или несколько дней тому назад федеральный канцлер заявила о мерах помощи в отношении Беларуси и белорусской оппозиции всем, кто политически преследуется. То есть это форма поддержки для этих людей. Необходимы ли нам такие программы, такая форма помощи, например, виза для России, исходя из сегодняшней ситуации? Ответ, конечно, потому что ситуации сопоставимы и причины у этих ситуаций, они тоже сопоставимы, и поэтому нам в Германии необходимо проявлять солидарность, нам необходимы рамочные условия. Здесь речь идет не только о финансах, качество помощи должно быть на высоком уровне, нам необходимо сделать более гибкими те структуры, которые у нас в состоянии такую помощь осуществляют и федеральный канцлер, она это заявила по отношению к Беларуси, это все правильно, что она озвучила и мне, мне думается, что мы должны готовиться к тому, чтобы мы были в состоянии точно такую же помощь оказать и России. Большое спасибо за этот краткий раунд, мы сейчас дадим возможность нашим российским гостям прокомментировать все то, что они от нас услышали, и затем где-то 15 минут мы еще все это обсудим, и у нас будет возможность обсудить вопросы с публики. Итак, Юханнес, пожалуйста. Большое спасибо, я прошу сейчас всех с первого раунда подняться на наш подиум, но наш подиум это наш монитор. Итак, это была небольшая дискуссия, но которая отразила ту дискуссию, которая имеет место быть в Европе по отношению к России, Совет Европы упоминался, сотрудничество Европейский Союз. Мне интересует, как вы это видите, или что вы ожидаете, например, от Германии либо Европы для российского гражданского общества. Я не знаю, кто хотел бы из вас начать. Мы можем просто, например, с Ольги начать. Может быть, вы хотели ответить на этот вопрос. Спасибо, Йоханнес. На самом деле, это очень сложный для меня вопрос. Я всю сессию думала, как мы можем повлиять на происходящее в России. И, боюсь, у меня очень пессимистичный прогноз, что пока внутри России не будет достаточно, скажем, действительно критической массы, которая будет противостоять, ситуация будет очень сложной, потому что этот закон о физических лицах иностранных агентах, он заставит всех говорить меньше, и всех сидеть тише. И поскольку это распространяется не только на активистов, это будет иметь большое влияние, и я не могу сказать, что этого влияния не будет, поэтому, к сожалению, у меня сейчас не будет какого-то позитивного сценария, кроме действительно виз, эвакуации, содействия в том, чтобы не попасть в тюрьму в России. Наталья подняла руку. Да, спасибо большое. Мне лично очень отозвался доклад Сергея, где он, в частности, упомянул необходимость показывать и россиянам в том числе на то, что если вы боретесь с Западом, то помните, что ваш партнер в новом мире это, конечно, Китай, и что вообще все это означает. И в этом смысле, мне кажется, для нас здесь сейчас очень важно в России видеть, что Европа участвует открыто и публично в критике Китая, а это гораздо сложнее, чем критиковать российскую ситуацию и с учетом экономической мощи страны и так далее. И, конечно же, обрисовывать перспективы того, что для России означает это новое партнерство при разрыве отношений с Западом, просто буквально в каждой встрече это проговаривать. То есть я прочитала с вниманием то заключительное слово, которое написал Боррель, где он протягивает России руку, где он называет сферы, в которых возможно сотрудничество, но при этом и напоминать об альтернативах тоже, мне кажется, очень важно. И, конечно, я поддержу заявление о визах и о том, что как минимум надо готовиться к серьезной волне миграции, миграции из России в Европу, готовиться к открытию границ после пандемии. Мы заранее понимаем, что у многих, кто живет в России, просто закончились визы, будет чудовищный поток визовые центры и какой-то надо выделить, мне кажется, отдельную, я не знаю, квоту, не квоту для правозащитников, активистов, журналистов, которые находятся в дополнительной рисковой ситуации для того, чтобы у них тоже был, может быть, даже первостепенный доступ к этим визам, для того, чтобы иметь возможность в случае реальной угрозы на какое-то время скрыться. И, конечно, готовиться к тому, что просто какие-то темы будут важны для работы здесь в России и, может быть, предоставлять возможность для обмена опытом в большей степени, например, мне кажется, больше внимания будет условием содержания в закрытых учреждениях, потому что многие активисты столкнулись с этим лично, и возможность развиваться в плане визитирования тюрем отделов полиции тоже будет важна. Такие обмены для организации будут очень важны. Визовые облегчения как способ защиты предоставления убежища. А, Галина, что для вас является важным по отношению к Германии и Европе? Спасибо большое, Юханес, спасибо коллеги за ваши достаточно откровенные оценки относительно происходящего и позиции международных организаций и межправительственных организаций. Я должна сказать, скорее вот в продолжении того, что говорил господин Тункель, что очень важно на самом деле не терять связь с правозащитными организациями, с экспертами внутри страны, потому что вы говорите о том, что Россия изменила конституцию и теперь решение российских судов важнее, приоритетнее решение европейского суда. Это на самом деле не так, потому что все-таки специалисты в области конституционного права, и я понимаю, что из конституции на самом деле сделали посмешище, к большому сожалению, но все-таки очень важно понимать, что статья 15 о конституции, которая устанавливает приоритет международных обязательств Российской Федерации, международных договоров, осталась нетронутой, ее не меняли, и в нее не могли внести изменения, хотя, в общем, мы понимаем, что это голосование, это, конечно, было посмешище, это издевательство над правом. Тем не менее, формально Россия до сих пор оставила эту статью в конституции нетронутой, значит, международные обязательства России остаются по-прежнему в приоритете над решением национальных судов, и это является безусловным инструментом, в том числе и давление на российское правительство со стороны Совета Европы, Европарламента, и поэтому здесь это просто нужно понимать, и здесь для того, чтобы ссылаться на это, достаточно поговорить со специалистами в области российского права, конституционного права. Я была среди тех руководителей правозащитных организаций, российских юристов, которые подписали обращение в Совет Европы, в Парламентскую Ассамблею Совета Европы в прошлом году, когда разрешался вопрос относительно предоставить ли опять мандат российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, останется ли Россия в составе Совета Европы, и мы высказывали мнение, и я думаю, что наверняка многие присутствующие здесь читали позицию российских правозащитников, что это критически важно для российского гражданского общества, чтобы у нас оставался доступ к Европейскому суду, и это по сути дела является единственной во многих случаях последней надеждой получить все-таки справедливое решение, для нас это очень важно, лишение этой возможности лишит надежды не только правозащитные организации, огромное количество людей, чьи права нарушаются в Российской Федерации, и это будет отказ от доступа российским гражданам к Европейскому суду, сыграет только на руку тем, кто принимает вот эти безумные законы, ужесточающие положения граждан Российской Федерации, нарушающие их права и так далее. Поэтому я в данной ситуации подтверждаю наше очень серьезное опасение относительно того, что потеря европейского суда для нас будет может быть означать гораздо более значимую потерю в области защиты прав человека, чем многие законы, принятые на национальном уровне. И еще важный момент, который я хотела бы отметить применительно к тому, что может европейское сообщество и немецкое в том числе сообщество. Мне кажется, что очень важно понимать, что здесь идет игра политическая. Мы, гражданское общество, не встроены в эту политическую игру. Мы являемся внешними наблюдателями. По сути дела на нас ставят сейчас эксперимент. И мы понимаем, что эта игра во многом повлияет на нашу судьбу, на то, каким образом будем ли мы дальше работать или нас посадят в тюрьму, сможем ли мы вовремя покинуть эту страну в случае риска или нет, или так же, как у Дарьи будут проведены обыски из им оборудования и мобильные телефоны у наших детей. То есть, на самом деле, все это маленькие пазлы большой одной картине вот этой политической игры. И, конечно, позиция и правительства, и гражданского общества, немецкого, европейского будет учитываться российским правительством. Они так или иначе хотят остаться в этом клубе приличных стран. Они хотят, чтобы их принимали. Они хотят, чтобы у них была возможность встречаться со своими детьми, многие из которых учатся в Европе. Поэтому это все так или иначе, видимо, надо учитывать и продолжать этот диалог, продолжать, очевидно, какое-то дипломатическое давление. Но, как сказали коллеги, мы не будем говорить о Северном потоке, но вот это тот случай, когда, к сожалению, экономические интересы, экономические, большие, крупные экономические сделки, они находятся в приоритете по отношению к диалогу, связанному с правами человека. И мы это понимаем. И мы понимаем, что вряд ли мы выиграем в этой борьбе с крупными экономическими сделками. Но, тем не менее, может быть, есть какая-то возможность баланса, есть какая-то возможность, не знаю, использовать это как некий козырь в игре. Это уже скорее на ваше усмотрение. Здесь мы не можем не дать совета, не дать какую-то оценку экспертную, потому что мы не эксперты в этой сфере. Единственное, что мы видим, что это, конечно, влияет на ситуацию внутри. И я согласна с Ольгой относительно того, что, конечно, позиция российского общества, не только гражданское общество, в целом людей, которые живут в этой стране, она критически важна. Но мы видим, что она меняется. Это вопрос времени. И если ослабить некий диалог критический, то вполне возможно, что российские власти смогут подавить вот эту гражданскую, всплывающую на поверхность гражданскую активность и не даст возможности этому диалогу все-таки рано или поздно увенчаться справедливостью, успехом. Спасибо. Спасибо, Галина. Дарья, я в одной статье про вас читал, что вам якобы задали вопрос, насколько вы готовы покинуть Россию. И вы ответили нет, ни в каком случае. Вы, конечно, хотите оставаться в России. Что вы ожидаете от Запада? Какая ваша перспектива? Какую поддержку вы ожидаете от Европы, для активистов гражданского общества в России? Да, спасибо за вопрос. Когда меня спрашивали об этом, это была еще ситуация без физического вмешательства в мою жизнь, без обыска и без изъятия вещей и без сломанных дверей. И, конечно, это совершенно другой опыт. То есть даже лейбл иностранного агента очень унизительный, но не влияет так сильно, как физическое насилие, вторжение в жилье я воспринимаю таким образом. Я хотела тут добавить, наверное, не про себя, а про в целом гражданское сообщество, активистское сообщество, что диалог с другими странами, он очень важен. Когда мы остаемся одни с полицейским насилием и одни с институциональным насилием, это очень сложно. Например, у меня случай Юлии Цветковой, когда большое количество европейских организаций, фондов стали ее поддерживать, присуждать ей премии, покупать ее картины, проводить с ней интервью. Это очень поддерживающее оказало влияние. Я общаюсь с мамой Юлии, и я вижу, как это влияет на их ситуацию. То есть это очень важно, когда взгляд со стороны, и, например, местные власти, местные чиновники не понимают, что такое на самом деле активизм, не видят в этом ценности, потому что пропаганда делает так, что мы маргинальные элементы, хотя мы такими себя не считаем. Европейское сообщество могло бы помогать вот таким образом, могло бы напоминать властям, не знаю, присуждать какие-то, ну не премии, но по крайней мере подсчетная грамота, вот это за какую-то работу, за какое-то высказывание. То есть я думаю, что это помогает немножко облегчить ситуацию для активистов на местах. А по поводу себя я хочу сказать, что я сейчас, конечно, очень обеспокоена и очень переживаю за своих детей и в ситуации, если будет какая-то дальнейшая агрессия, даже минимальная, то, конечно, я не буду выбирать сидеть в тюрьме или уезжать за границу. То есть выбор так для себя я не ставлю. Конечно, я уеду, но мне это совершенно не нравится и вообще не хочется, потому что это не то, чем я хотела бы заниматься в жизни. Но сидеть в тюрьме я тоже не хочу. Большое спасибо. Это призыв к Западу показывать солидарность, слушать, реагировать. Это были комментарии и реакции с российской стороны и у нас остается полчаса еще на ответы и вопросы наших слушателей. Передаю слово Вальтеру. Спасибо, Йоганнес, Штефани Фишер, господин Сергей Лагодинский, господин Тунтель, прошу вас вернуться к нам и передаю слово моей коллеге Нина Хаппе. Она постоянно следила за чатом и за вопросами и ответами. И Нина сейчас представит нам несколько вопросов, которые были заданы нашими слушателями и попробуем сейчас обсудить их сообща. И вот этот общий сейчас заключительный дискуссионный раунд также еще раз предоставляет возможность непосредственного обмена нашими дискутантами. Нина, тебе слово. Спасибо, добрый вечер. Конечно, это довольно-таки сложно, потому что по линии вопроса и ответа было задано очень много очень различных вопросов. Я боюсь, мы не сможем на них всех ответить. Было очень много призывов к Германии или к Европе принимать явные четкие позиции по Северному потоку, по Совету Европы и так далее. И, наверное, я хотела бы начинать с вопросов адрес нашим российским участникам. Там был вопрос равенства, вопрос Дарья был. Насколько статус иностранного агента меняло поведение ваших соседей, ваших коллег к вам. Это действительно стигма, люди пальцем на вас показывают. И был совершенно противоположный вопрос, именно насколько эти усиленные репрессии может быть приведут к тому, что части аппарата отстраняются от Путина. Как, например, в Беларуси, там госаппарат построен или выстроен точно на президента. И в России может быть так же, или может быть скорее Путин или суди начинают надоедать. Хотел бы с этого начинать. Дарья, Да, да. Спасибо за вопрос. Ну, моя личная история в том, что последние два года я работала в Российском Красном Кресте, преподавала русский язык беженцам-иммигрантам, и меня из него уволили за феминистский активизм. Поэтому сейчас у меня не было никакой реакции коллег, потому что они уже отреагировали раньше, до того, как я стала иностранным агентом, и сейчас я даю частные уроки. Но все мои ученики, родители учеников, они проявляют солидарность, они поддерживающе реагируют, и мне это очень радует, потому что, конечно, я понимаю, что в России реакция может быть какая угодно на эти события, но это просто говорит о том, что мне везет. Я живу в хорошем городе, в Петербурге, мне кажется, в этом смысле люди очень свободолюбивые. вторая часть вопроса была, насколько вероятно, что вот этот закон отвратит людей, которые поддерживают Путина из ближайшего окружения, ничего не могу сказать. Вот этот мир для меня совершенно непрозрачен, мне кажется, там люди, которые вообще думают не так, как мы, совершенно, поэтому, увы, к сожалению, не могу на него ответить. Может быть, Ольга либо Галина смогут ответить. Вы юристы, вы знакомы с юридической системой в России. Тут, может быть, есть уже под давлением этих репрессивных законов определенная дифференциация мнений. И как дело обстоит со стигмой иностранного агента? Мы знаем от партнерских организаций, где многое, в общем-то, не испытывали больших трудностей, другие должны были расформироваться. Вот эта стигма, она, может быть, грозит изоляцией российских людей среди российского общества? Да, спасибо, Вальтер, я соглашусь, потому что по закону человека могут признать иностранным агентом и за политическую деятельность, и за то, что он делится информацией, которую распространяют другие иностранные агенты. То есть, когда я делаю перепост того, что написано дарья, это действительно моя страница, я уже кандидат для того, чтобы меня признали иностранным агентом. То есть, человек как бы заражен, и каждый, кто к нему прикасается, кто пишет о нем, кто говорит о проблеме, кто берет у него интервью, по закону тоже может стать иностранным агентом. Я тоже добавлю, если позволите. По поводу стигмы. Вот моя организация была признана иностранным агентом шесть лет назад. То есть, мы живем со статусом иностранного агента все эти годы, и, наверное, первый месяц-два нам было невероятно тяжело. Это был шок, это было просто какое-то внутреннее негодование, злоба, чувство несправедливости. Но в целом мы видели очень широкую поддержку со стороны журналистов, с которыми мы работаем. И это была самая крупная компания в России поддержки правозащитной организации, признанной иностранным агентом. За нас заступались журналисты, даже которым мы никогда не помогали, потому что они посчитали, что это признание нас иностранным агентом, это атака на них. Это их делает более уязвимыми. Если юристов, защищающих свободу слова и журналистов, признают иностранными агентами, то что делать журналистам в этой ситуации? Нас не поверите, но даже поддержал губернатор Воронежской области. Наш основной офис находится в Воронеже. И это было удивительно. Это был единственный случай в России, где даже органы власти не согласились и высказали откровенное недоумение в связи с признанием Центра защиты прав СМИ иностранным агентом. Это просто говорит о том, что не все общество просто принимает эту стигму, этот ярлык как данность. Это не иностранные агенты, они плохие, но люди не настолько глупые вокруг. Просто, конечно, цель этого ярлыка состоит в том, чтобы с нами не сотрудничали органы государственной власти. Окей, они, многие, боятся с нами сотрудничать, но у нас мы подаем эту безумную отчетность, у нас больше уходит времени на всю эту бюрократию, меньше времени сил, остается на основную работу. Нас отвлекают от нашей основной работы. Нас ставят в ситуацию риска, когда мы выбираем жить спокойно и не ставить своих детей в ситуацию риска, или все бросить и вести спокойно, или продолжать работать. То есть у нас выбор между благоприятной и спокойной жизнью и продолжением выполнять свою работу, миссию и делать то полезное дело, которым мы посвятили свою жизнь. И я вас уверяю, люди, работающие в правозащитных организациях, гражданское общество, люди, которые выходят на улицу, они понимают, ради чего они это делают. И эта стигма нас не пугает. Тем более, чем дольше мы на самом деле с этим ярлыком иностранный агент живем, тем больше людей вокруг нас понимают, насколько это нелепо. И поэтому никто на нас пальцем не показывает, кроме, может быть, яро-патриотически настроенных граждан, меня лично их мнение не очень беспокоит. Я думаю, что и Дарья тоже привыкнет к этому рано или поздно, потому что на самом деле подавляющее большинство людей понимают, что такое хорошо и что такое плохо. И даже несмотря на то, что этот термин звучит ужасно, он, по сути дела, на русском языке означает шпион, человек, организация, которая работает на иностранную разведку. Это действительно стигма. Но мы живем в такое странное время, когда, знаете, вот все эти слова, они часто используются и они отскакивают, потому что ты понимаешь, ты видишь репутацию этих людей, которых назначают иностранными агентами, они все прекрасные люди, они делают доброе дело. И это, по сути дела, это означает, что вот уже в правозащитных организациях мы шутим, что все правозащитные организации, которые чего-то смогли добиться, находятся в этом реестре. Если ты не в этом реестре иностранных агентов, ну, значит, ты не сделал ничего важного в своей жизни. Это какой-то знак качества. Это, конечно, ирония в определенном смысле. Это мы сами себя уговариваем, что не все так страшно, но я думаю, что мы должны понимать, что, в общем-то, и общество тоже во многом это понимает. И чем больше людей будут признавать иностранными агентами таких прекрасных и замечательных, как Дарья, тем больше обычных людей, которые не активисты, не журналисты, не правозащитники, они больше будут понимать, насколько все это нелепо и что что-то происходит в этой стране, видимо, не так, если таких людей, такие люди подвергаются давлению и преследования. Спасибо, Галина. То есть, это пропагандистское и идеологическое давление со стороны ведомств, которые скорее контрапродуктивны. Сейчас, Нина, следующий вопрос. Я хотела бы остановиться еще о более крупном политическом контексте в России, но начну все-таки с европейской стороны, потому что здесь была высказана определенная критика по отношению политики Европейского Союза, которая не знает, чем заниматься и актуальный вопрос, что следует ожидать с Вашингтона, с новой администрации Байдена, будут ли какие-то изменения. Господин Тункер, можно этот вопрос вам задать? Вы видите какие-то сигналы из Соединенных Штатов? Ну, сигналы очень четкие. Мы все слышали, конечно, выступление Байдена на прошлой неделе, где он говорил про внешную политику, после его звонка с Путиным тоже слушали и читали его выступления. В общем-то, сигнал ясный. Следует надеяться от Соединенных Штатов, что они будут выступать за демократические ценности. Это будет касаться не только Россию, но и другие страны. Но мне кажется, в этом есть определенный шанс. Шанс, что мы с американскими партнерами снова совместно будем выступать за защиту общих ценностей. и поэтому я надеюсь, что будут положительные результаты, положительный эффект, положительные развития, в том числе по отношению к России. Я не хотела тоже выступать про Северный поток-2, но есть еще больше, чем всего лишь этот спорный вопрос, который волнует Берлин, Брюссель и Вашингтон. И мне кажется, что сейчас налицо шанс снова образовать сплоченную политику по отношению к России со стороны Запада. Сергей, ты тоже это видишь так в Брюсселе Северный поток-2 или эта дилемма никогда не разрешится? С одной стороны, я не являюсь тем, кто занимается этим фетишизмом вокруг Северного потока-2 и с другой стороны, я не понимаю, почему мы, Германия, являемся единственной страной в рамках Европейского Союза, которая выступает против всех. Это уже прям как-то даже неловко становится мне постоянно объяснять, что представляет собой политика Германии по отношению к Северному потоку и Германия позиционирует себя определенным образом по отношению к Северному потоку и это бросает тень на всю нашу деятельность, которую мы проводим. Я знаю, что очень непросто для федерального правительства и даже поддерживать свою позицию после унижения, которое имело место быть на прошлой неделе. Это и не имеет никакого отношения только к Навальному. У нас существуют и другие позиции. Нордстрим это антиевропейский проект, это антисолидарный проект. И мне думается, что вот эта перемена в тональности в Вашингтоне была замечена и линия политики будет четкой, а именно возвращение к демократическим ценностям. И я не совсем уверен в том, поменяет ли что это в нашей ответственности. Нам всегда говорят, что мы говорим только о санкциях. Нет, мы не говорим только о санкциях. Есть иные пути, я уже сказал, противокоррупционные законы, отмывание денег. Это вот то, что и Штефани тоже упоминала. Вот этот европейский фон for democracy, там речь идет не только о санкциях, там речь идет об инвестициях в российское общество. и если я думаю над тем, что мы можем сделать для общества, для гражданского общества в Германии, то, честно говоря, вот эти вот дискуссии нам нужно еще и вести в рамках нашего общества, потому что простые граждане вообще не понимают, что происходит в России. мы постоянно должны объяснять ситуацию и сложность этой ситуации, а это уже само по себе было бы большим вкладом для гражданского общества в России, то есть речь идет не только сугубо о санкциях, мы можем, мы можем еще и другие вещи делать, но в данной ситуации это не так-то и просто, это негативная повестка дня, она не нами формулируется и не нами составляется, а другой стороной. Большое спасибо, Сергей. Штеф, теперь вопрос к тебе. Дарья говорила о том, что диалог нам и дальше необходим. Это тот аргумент, который часто противопоставляется тем, кто критизирует Россию и российскую внешнюю политику. Определенное крыло в рамках Германии утверждает, что да, диалог нам нужен. Вот петербургский диалог, а мы тоже в нем участвуем. На прошлой неделе очень четко позиционировал себя по отношению к Навальному и законам об иностранных агентах. Такое произошло первый раз, потому что петербургский диалог это официальный формат взаимодействия между официальными представителями стран. скажи, какие шансы есть у нас для того, чтобы поддержать диалог и расширить диалог, и какие критерии мы должны для этого диалога установить? Вот эта беседа, которая у нас сегодня имеет место быть, она просто великолепна. То, что я услышала от Натали, от Галины, от Дарьи, что они делают, чем они занимаются, и в первую очередь их оценка, их критическая оценка в моих глазах очень важная, что в моих глазах является очень грустным, это то, что я не смогу лично позвонить Галине, лично не смогу позвонить Дарье, потому что я нежелаемая организация, даже в Фейсбуке не смогу поставить лайки на их страницах, потому что они получат проблемы, то есть вот эти мероприятия, эти меры, они просто брутальные. Да, Галина говорила, что своего рода это можно рассматривать как знак качества, но это все равно ужасно, когда кто-то носит вот этот предикат нежелательный. Если я хочу с кем-то побеседовать, с российским экспертом, которого я знаю уже многие годы, я не могу этого больше сделать, хотя я его давно знаю, потому что это ему навредить, это брутальные законы, не только в человеческом плане, но и в профессиональном плане. и я вот процитировала вот эту статью одиннадцатую, это свобода собраний, каждого человека есть право свободно собираться, это агрессия, которая проявляется по отношению к этому праву, и об этом необходимо четко говорить, и поэтому все делается для того, чтобы вставлять палки в колеса нашему сотрудничеству, и Россия криминализирует многих людей. Что мы можем сделать? Петербургский диалог может встречаться, но без меня, потому что мне туда запретили, мне там запретили появляться. Нам нужно постоянно искать пути, как нам общаться, но мы должны что-то противопоставить вот этому масштабу агрессии, нам необходимо структурированно действовать и очень умно и делать это сообща, и политика, и гражданское общество, нам необходимо поддержка политики, потому что иначе мы ничего не сможем добиться. Эти две вещи, они переплетаются. Политика и гражданское общество. Важно, чтобы мы говорили с американскими партнерами, с немецкими партнерами, мы должны продолжать дальше нашу работу, но опять-таки уснять себе, что это опасно, а это опасность существует, об этом говорили наши коллеги сегодня из России. Большое спасибо, я хотела бы сейчас дать возможность нашей аудитории задать свои вопросы. Штефани, я присоединяюсь к тому, что ты говорила, и очень важно, и то, что говорил Сергей, потому что здесь на самом деле люди очень мало знают о том, что происходит в России. Мы общаемся с правозащитниками, с активистами, но не у каждого немца есть возможность с такими людьми общаться. Мы узнаем, что происходит с Навальным, и вопросы насчет Навального нам также наша аудитория и задала. Итак, вопросы следующего характера. Репрессии по отношению к Навальному. они как бы так сдуют паруса протеста, либо это все делается с той целью, чтобы предотвратить протесты на фоне выборов в Думу, которые предстоят. И вопрос еще один. Насколько Навальный расколол российское общество? Сколько людей выступают за него, сколько против него? Явлинский, например, отошел от Навального. Как мы это можем классифицировать? Большое спасибо. Я сейчас хотел бы предоставить слово нашим русским гостям, но в первую очередь услышать оценку Сергея Лагудинского, который хорошо знает Навального. Ольга, может быть, вы хотели начать, либо кто из вас хотел бы взять инициативу на себя? Я только другое скажу, что дело не только в Навальном, сейчас сидит вся его команда, то есть каждый активный человек, который может хотя бы что-то организовать или вести какую-то деятельность, он либо уже под домашним арестом, либо на него заведено уголовное дело. Координаторы штабов Навального в регионах избиты, многие арестованы на сутки, то есть люди под большим давлением, и возможно они просто не выйдут до выборов, их физически не будет, они не смогут ничего абсолютно сделать. Поэтому людей просто выключают из политики физически, и тут сложно что-либо прогнозировать. Я думаю, что власти будут действовать жестко для того, чтобы никто им не мешал сделать выборы такими, какими они запланировали. Позволите, я готова тоже добавить, как раз мне кажется, что с одной стороны радикализация общества действительно есть, и мы можем видеть, например, разное количество активистов, участвующих по регионам, в частности, Кавказские республики неактивно отреагировали на задержание Навального, там людей участвовало в митингах минимум, в том числе, потому что в риторике Алексея Навального присутствовали уничижительные формулировки по отношению к Кавказцам, сравнение с Тараканом, с Каресом, но в то же время это последствия той политики, которая велась многие годы по уничтожению всего живого, выжиганию всех политических альтернатив, поэтому все равно, во-первых, в Навальном видят политического заключенного и, в общем, все здравые силы вокруг, даже дискуссию о письме одного из политиков Явлинской, вы тут упоминали из партии Яблока, все равно приходит к выводу, что пока он политически заключенный, требовать его освобождения это принципиальный момент, и уже потом давайте обсуждать его взгляды Навального, и для простых людей в этом смысле он все равно является во многом символом, символом, таким ледоколом, который пройдет, сломает коросту, а дальше уже какие-то другие инициативы пойдут, именно поэтому его поддерживают и феминистки, которые его очень сильно критиковали за иногда мизогинные какие-то высказывания, и культурные деятели, звезды телевидения решились высказываться, и сегодня их там отстраняют, удаляют актрису с сайта театра, лишают другую актрису государственных контрактов, это вот прям происходит сейчас, но даже они видят для себя в этом какие-то карьерные перспективы, и мне кажется, все равно вот как символ, он объединяет просто за отсутствие других символов. Спасибо. Большое спасибо. Сергей, могу тебя попросить прокомментировать тоже это? Действительно проблематично, если кто-то использует свои, хочет использовать свои политические права, и ему не дают этого. По-моему, неправильно спрашивать, какие политические у него позиции. Он я не хочу выступать в интересах Навального. У меня своя политическая линия, она до Навального у меня была и после Навального, она тоже остается, но истинное, конечно, является, что отравлять людей не следует, и если кого-то отравили, их нельзя наказывать за то, что они выжили или что вернулись на родину. Меня часто удивляет вопрос, который сегодня не был задан, а почему он вернулся в Россию? Ну, это смешной вопрос. Он вернулся на родину, и, конечно, он, наверное, знал, что там с ним будет, но это право жить на своей родине, чтобы там вести политическую или прочую активность, это право, она есть у всех. и Навальный в общем-то стал такой большой фигурой в том числе благодаря Кремлю, реакциям, глупым реакциям, недальнозорким, недальновидным реакциям Кремля. Эти реакции были совершенно не востребованы, не нужны. И Наталья об этом тоже сказала. Он объединяет людей, потому что такого персонажа до сих пор не было. Он является реальной альтернативой к нынешним людям власти. Явлинский не является таким персонажем и никогда не будет, никогда не был и не будет. И, может быть, это тоже ответ на вопрос, откуда такие очень амбивалентное объяснение, но где любой, кто разбирается в политике, знает, почему они, какая цель. У меня последний вопрос на сегодня. Меня шокировала сегодня, например, информация ареста двух чеченских представителей Альбата, которые убежали из Чечни, бежали на север России и там все-таки были арестованы и их перевели в Чечню. А в Чечне их ожидает процесс судебного разбирательства с упреком терроризма. Вот такие ненадежные зоны или зоны есть ли в России еще какие-то островки меньше безопасности или уже нету места, где можно спрятаться от шокирования или надо только бежать в границу. Ведь то, что сегодня информация, она была очень шокирующая и трудно себе представить, что какой судьбой или какую судьбой ожидает этих двух людей. Я не знаю, кто может ответить. Дарья, у вас есть возможный ответ или реакция? Да, это ужасная история. К сожалению, я не занимаюсь именно помощью и в этом смысле я не очень знаю юридически как помогают организации ЛГБТ беженцам, но по опыту скажу, что я работаю, вы знаете, с мигрантками, мигрантами, продолжаю работать с людьми, которые, например, уже получили российский паспорт, но для них русский язык неродной, люди из традиционных семей консервативных, и я могу сказать, что очень сложно жить в России, будучи внутри национального меньшинства, то есть это очень крепкие консервативные связи, и то, что происходит с беженцами, ЛГБТ-беженцами из Чечни, оно не регламентируется законами Российской Федерации, даже очень плохими законами Российской Федерации вообще, то есть никакой полицейский не будет выезжать по вызову, если это была история про чеченских каких-то, с чеченской семьей, то есть вот в этом смысле у нас никто не имеет права быть преследуемым из-за своей ориентации, если это не был закон о пропаганде, но я считаю, что это системный расизм, потому что надо признаваться, что мы живем в многонациональной стране, и когда полицейские менее охотно связываются с представителями одного этноса, чем с другого, это, конечно, еще и проблема российская, но вообще все это выглядит как огромная проблема, потому что непонятно, как это решать, и например, та история, которая случилась с сестрами Хачатурян, три сестры, которые подвергались систематическому сексуализированному насилию со стороны отца, и тоже это совсем другая история, но это тоже проблема этнического сообщества, внутри большого сообщества, то есть из-за какого-то внешнего расизма, из-за внутренней герметичности очень сложно было наладить какой-то диалог и помочь этим девочкам, вот, к сожалению, я думаю, что действительно в этой ситуации возможно единственная возможность бегства за рубеж, увы. Если можно, я коротко добавлю по этим парням, буквально сегодня Европейский суд по правам человека удовлетворил ходатайство о срочных мерах, то есть успели, пока они живы, писала ЛГБТ-сеть, мы совсем немножко их консультировали, и сейчас к ним должны допустить адвокаты, должны знакомить с материалами дела, и в принципе они уже под международным таким наблюдением, но что касается вопроса Вальтера, безопасна ли Россия, есть ли уголки безопасности, могу сказать, что мы часто эвакуируем с Северного Кавказа женщин, которые бегут от домашнего насилия, и уровень защиты такой, что они должны выбросить свой телефон, не только сим-карту, но по телефону могут отследить их место, они должны не появляться нигде на улице, потому что по камерам видеонаблюдения сейчас в России есть идентификация по лицу, информация может быть очень быстро передана в полицию, и они не могут расплачиваться разумеется картами, они не могут отдать ребенка ни в детский сад, ни в школу, потому что тоже эту информацию полиция, коррумпированная полиция по приказу родственников пробивает и быстро передает, то есть они являются заложниками, они как в тюрьме сидят, пока они сидят в этой своей квартире, не выходят, они в безопасности, если им нужно в магазин, все, то есть это практически невозможно их в таких условиях содержать, конечно. Алина, вы тоже хотели прокомментировать? Да, я давайте тоже добавлю, ситуация с двумя парнями из УГБТ-сообщества чеченского, здесь она страшна на самом деле еще и тем, что мы все должны понимать, что есть регионы в Российской Федерации, которые еще более опасны, и Чечня является таким регионом, и мы помним большой скандал в связи с убийством целой группы 27 человек ЛГБТ, представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, о котором рассказала в своей публикации Елена Милашина, журналист «Новая газета», за что она была награждена премиями, но самое важное, что премия это прекрасно, но и она, и все журналисты «Новой газеты» в связи с этим получили серьезную угрозу, они были подвергнуты в Патве 20 тысяч духовных лидеров в Чечне, Считайте, что журналисты «Новая газета» Елена Милашина, автор публикации, которая рассказала об аналогичной ситуации, о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, они продолжают работать в России под ситуацией постоянной угрозы. Мы ведем это дело, защищая Елену Милашину в Европейском суде, и надо сказать, что это, конечно, ситуация, которая находится под контролем международного сообщества, но, находясь на территории России, не представители ЛГБТ-сообщества, особенно из Чечни. Ни журналисты, которые рассказывают об этом, конечно, не находятся в безопасности. Тем не менее, как вы видите, Елена продолжает свою работу, она пишет о Чечне, о нарушении прав человека в Чечне, и постоянно говорит о том, как важно на самом деле предоставлять эту защиту людям, как важно обращаться в Европейский суд за срочными мерами, как важно об этом писать, как важно об этом просто говорить каждый день. И добавлю также по поводу вопроса, который был задан относительно Навального, вне зависимости, как, кто относится к его политическим взглядам, к его предыдущим позициям, его действительно обвиняли в национализме, и раньше он проявлял это, сейчас, мне кажется, его все-таки риторика сильно изменилась, и, может быть, уже не совсем справедливо вытаскивать все эти истории про тараканов и так далее на поверхность, все-таки сейчас его риторика сильно другая, и, как мне кажется, люди, которые вышли сейчас на улицы в Москве и в других регионах страны, нужно понимать, что это в каждом десятом городе в России люди вышли, чего раньше не было, их лозунги были не только за Навального, то есть это социальный протест, это протест, который поднимает самые разные вопросы свободы и прав человека, это вопросы, которые волнуют каждого человека, вне зависимости от того, поддерживают они Навального или нет, и об этом очень много на самом деле говорили журналистам телеканала Дождь, который вел прямые трансляции из разных регионов страны, и политологи оценивают на самом деле все это таким образом, что вне зависимости от того, сможет ли дальше работать фонд борьбы с коррупцией и останется ли Навальный и его коллеги в ближайшее время под контролем государства в следственном изоляторе или под домашним арестом, вот этот шар, он брошен, и общество уже активно наблюдает за, не просто молча наблюдает за тем, что происходит, оно начинает говорить, оно начинает выходить на улицу, оно проявляет этот интерес, и политологи все сошлись в едином мнении, я очень много смотрела и читала за последнее время, что в глазах у людей перестал быть заметен страх, это важно, мне кажется, это важно нам понимать, мне кажется, что это вот тот случай, когда, несмотря на все это жесткое законодательство, на то, что мы говорим об иностранных агентах, и каждая из нас находится в ситуации риска быть признана, а Дарья уже признана иностранным агентом, тем не менее, что-то меняется, в гражданском обществе, и я думаю, что во многом мы должны быть благодарны как раз вот этому смелому поступку Алексея, что он вернулся и всколыхнул вот эту волну, он вернулся на родину, Сергей совершенно прав, это странный вопрос, почему он вернулся, ну потому что он сам сказал, я не боюсь и призываю не бояться вас, но мне кажется, что это важно. я не хочу упустить шанс, и хочу, чтобы вот эти вот слегка оптимистичные слова, которые вами были произнесены, завершили нашу беседу, хотя наша беседа, наша дискуссия была очень серьезной, и мне думается, что вы со мной согласитесь, если я скажу, что наши российские партнеры находятся в очень серьезной ситуации, мы очень беспокоимся о вас, и мы также беспокоимся о нашем диалоге, хотя беспокоиться не надо, потому что сегодняшний вечер показал, насколько активно мы можем друг с другом общаться, несмотря на агрессивные попытки прекратить международное сотрудничество, мне думается, что в Европе политика и гражданское общество на самом деле смогут создать противовесы для того, чтобы мы могли вам помогать во всех ситуациях, с тем, чтобы настали для всех нас другие времена, и от всего сердца искренне заверяю вас, что мы желаем демократическую Россию, демократическую Европу, это является целью нашего совместного сотрудничества. Большое спасибо всем, кто сегодня был здесь, участникам нашим, большое спасибо за вопросы, мы не смогли все вопросы сегодня рассмотреть здесь, но обещаю вам, что свою работу мы не остановим. Всего хорошего и доброго вечера. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею,